Заседание возглавила заместитель главы района по социальным вопросам Наталья Сокол, которая обозначила важные моменты повестки. На протяжении многих лет в учреждениях культуры района проводится планомерная работа на преодоление информационного неравенства и социальной изоляции пожилых людей. Открыта школа компьютерной грамотности на базе бюдля тех во всем районе, есть центры общественного доступа. С 1 января этого года по сегодняшний день мы работаем по двум программам. Это электронный гражданин и эффективное использование сервисов электронного правительства. По этим двум программам у нас обучились за этот период 39 человек. Это 17 из Белоярского, 11 из Сосновка и 11 из Сорум. Сегодня в районе спортом занимается около 10% от общего количества пенсионеров. Люди старшего возраста посещают плавательный бассейн, занимаются настольным теннисом, шахматами, шашками. Есть категория, которая занимается активными видами спорта – футболом, волейболом, лыжами. И в последнее время особенную популярность приобрела скандинавская ходьба. Также граждане пожилого возраста, ветераны участвуют в мероприятиях, которые проходят в рамках единого календарного плана как Белоярского района, так и Ханты-Мансийского автономного округа. В 2018 году у нас команда принимает участие ежегодно в фестивале пожилых людей в Югре из пяти видов спорта. В этом году наша команда из 17 команд представителей муниципальных образований заняла третье общекомандное место. Большая работа проводится и Комитетом по социальной политике. В течение года по случаю знаменательных дат граждане пожилого возраста получают разовую премию. Сумма варьируется от 700 рублей до нескольких тысяч. Также уделяется большое внимание по линии здравоохранения, выделяются санаторно-курортные путевки, приобретаются медикаменты. Еще одна категория этих граждан проходит профессиональное обучение по тем профессиям, по которым они могли бы устроиться на работу, будучи на пенсии. В этом году три человека прошли обучение, они практически устроились у нас на работу. Дмитрий Борисович, спрашивай, какие профессии? Профессии – это специалист по кадрам, кладовщик со знанием 1С и управление торговлей. Это те направления, которые изъявили сами пенсионеры по ним обучить. Один из вопросов коснулся и пенсионеров, работников газотранспортной сферы. На Координационном совете обсуждали самые разные сферы жизни пожилых людей. Самое главное – это чтобы человек пожилого возраста имел возможность заниматься спортом. Мы услышали о том, что есть эти возможности, культурно можно развиваться, и есть возможности и быть самым творцом изделий, и в выставке участвовать, и как зритель, и как творец, который эти вещи производит. И самое основное, что есть возможности для обучения лиц пожилого возраста. Качество жизни в первую очередь в руках самих людей пожилого возраста. А возможности для их реализации и активного долголетия в Белоярском районе предоставляется в полной мере. Керемина Таджиева, Юрий Орлов, Время новостей, Белоярский.